всем привет канал покашеварим и сегодня просто бомбический завтрак я вообще люблю тему завтраков потому что завтраки это круто у меня на канале уже есть английский итальянский и по большому счету все и сегодня я решил немножко перчика добавить у нас и будет мексиканский завтрак естественно это фантазия возможно мексиканцы так не едят общение исключено что примерно так они едят короче 7 делаем вкусно завтрак бомбически начнем с фаршечка у нас говядина нам из этого скромного небольшого кусочка говядины надо сделать фарш вот смотрите в принципе на одну порцию сколько нам надо да чуть-чуть нам надо я использую мясорубку в принципе можно и на и готовый фарш покупать хотя я не люблю готовые фарши они отстойные всегда возьмем вот такой кусочек говядины а еще бонусом возьмем маленький кусочек говядины и угостим собаку сидеть молодец какой заряжаем зашибись фаршки есть болгарский перчик возьмем ну допустим да можно в общем целый чуя чуя стесняюсь кого я стесняюсь нарежем кубиками классно же когда ножи хорошо режут согласно супер 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 и ножи супер и промокод супер этот промокод на сайте samura.ru даст вам скидку 20 процентов ребята обычно пока шеварим дает скидку пятнашка а промокод супер 20 процент на 20 процентов дешевле можете купить офигенные ножи до конца апрель до 30 апреля пользуйтесь на здоровье ссылка на сайт самура как всегда в описании ну а я продолжаю наслаждаться берем помидорки у меня помидорки черри они вкусные меня крупные довольно поэтому я их разделю наверное на 4 части лайм на одну порцию возьмем половинку лайма и срежу с нее попку вот такая вот штучка будет мы будем под зажаривать продолжаем готовить ингредиенты зеленый лучок я его измельчу подготовим сразу красный перчик ничего с ним не делаем я просто делаю отверстие ножом в нем мы его тоже поджарим все вау эпично пару зубчиков чеснока никаких тостов в никаких гренок никаких кутонов тортиль чко просто артичка мы сейчас ее пожарим у нас будет такие чипсы из тортиль и лик вместо хлеба давайте нарежем ну типа как начус да на треугольнички вот так вот и начнем мы как раз старте лик давайте оливковое масло в этой же сковородке потом будем готовить все остальное делаем наши мексиканские тостики буквально секунд по 20 сейчас пожарим с двух сторон переворачиваем можно снимать начнем с перчика буквально минутки хватит его обжарить рядом кладу подрумянится лайм перчик можно перевернуть оба перевернем я думаю перчик можно снять уже лайм пусть еще подрумянится снимаем естественно в этом же масле которая у нас пропиталась уже немножко перцем немножко лайма мы будем делать все остальное фарш обжариваем пару минут через две минутки в принципе фарш уже готов закидываем свежачок перец и помидорки черри еще на минуту добавляем красную фасоль но это классика и я еще добавлю кукурузы больше для цвета одно яйцо яйцо я буду взбалтывать она у меня замешается виде омлета тертый сыр естественно естественно все надо поперчить и добавить соли без этого никуда ни в какой кухне так сразу станет вкуснее все снимаем с огня и добавим немножко зеленого цвета тот самый лучок все замешали и по большому счету мы можем формировать блюдо оба я думаю вот так смотрите на две порции у нас получилось усугубляем здесь у нас лайм которым мы можем например полить наше блюдо и перчик который стал не такой острый после приготовления сверху было бы идеально кинзы но у меня кинзы нет давай для красоты петрушки добавим все будем считать что это кинза они похожи немножко многие вообще не поймут разницы вот такое видение мексиканского завтрака у витальки мидрой мексиканский завтрак эй мучачос это клёво на самом деле слышите но вот в мексиканской кухне сколько мы буриты и кисадили готовить короче что ты не готовишь мексиканская кухня у тебя получается бурита вот это тоже по факту бурита только немножко в другом формате да у нас не завернута в лаваше а лавашек у нас формате чипсов ну как бы гренок типа да вот так вот это все так я сразу немножко бахну лайма немножко чуть-чуть кислинки добавлю и можно попробовать прикол в том что вот это блюдо можно есть и отдельно а можно наложить прямо вот так вот на хрустящую кисадили чку и в качестве бутерброда употребить то есть по большому счету даже если у вас нет вилки вы можете вот делать это вот так вот раз выбран все равно нужно вилка чтобы помочь как все это затолкать на чипсы шикарно очень вкусный завтрак ингредиенты все более чем понятны и это круто это питательно это сытно и конечно же очень вкусно острый перчик не повторяйте на самом деле смело повторяйте когда жареный перец он становится гораздо менее острый всем пока до скорых встреч а мы кайфуем очень вкусный димон причем с лаймовыми тому твоя порция 2 ты не против на газа ты был против блин клан правда один но отсюда выдвигаем топчик